Всем привет, друзья! Сегодня у нас хорошая погода. Более-менее тепло. Солнышко светит. Вчера было холодно. И ночью были... Ночь была холодная. Вообще думали, что будет заморозок. Но, слава богу, у нас заморозка не было. Это очень хорошо. Я так переживала за растения свои. Во-первых, не успели еще до конца доцвести. Хочется еще красоты. Месяц-то я проболела и не видела свой сад. А сейчас навожу порядки. И хочется еще полюбоваться. Все равно еще цветут многие растения. Лилейники цветут. Вот уже начинают вербены по новой цвести. Не все, правда, но цветут. Он красенький. Красная вербенка цветет. Я подстригла ее, она по новой цветет. А здесь вот лилейники махровые цветут. И хочется, конечно, еще красоты. Так, сейчас я так вот пройду. Ой! Оп! Так. Здесь у меня из черенков вот такие розочки. посмотрите, какие они красивые. Я даже не ожидала, что эти череночки у меня примутся. Я люблю розочки спрей. Они кистями цветут, почвопокрывные такие. Вот. И я, конечно, очень рада этому, что у меня эти розочки прижились. И дай бог, чтобы они у меня росли, цвели и радовали меня своей красотой. Спасибо, Светочка, за череночки. Я с тобой поделюсь. получился так, что она мне черенки в прошлом году дала, а в этом году у нее они пропали. Зима у нас была такая нехорошая. Очень много снега было. Вначале не было снега, а морозы были. И вот получилось. А потом много снега было. Вот. Ну, с этой стороны давайте посмотрим, какой лилейник цветет. Вот такой красавец. Вот. Там другой красавец цветет. Извиняюсь, что не убрала сух... ну, уже отсветшие бутончики. Некогда убирать. Во-первых, пришли уже и давай быстренько-быстренько браться за дело. Делов-то много. А днем не приходили. Дела дома были. Вот. Так. Эту тую я, как все знаете, я ее подстригла, спилила в прошлом году. макушки вот эти. Она была такая безобразная. Во все стороны. Все. И вот я делала эксперимент. Здесь я ее сейчас... Да что ты будешь делать? Сейчас ее постоянно стригу. И вот она сейчас у меня вот такая аккуратненькая. Веточки все обстригаю. Вот это еще не трогала. Это потом будет все по-другому делаться. Я экспериментирую. Здесь вот у меня моя эхинацея махровая. Вот. Развалилась. А мне так нравится, как она сейчас смотрится. Очень красиво смотрится. Здесь наконец-то я порядок навела. Вот. Руки потихоньку, потихоньку во все углы доходят. Правда, вот там угол не убрала. Дождь выгнал нас два дня назад. Эту иву я оставила вот так одним стволом. Те стволы надо будет, которые спилены и побеги, я их убираю. Вот опять уже наросли. Нужно стволики еще поменьше сделать, чтобы они пониже были. Вот. И будем держать иву одним стволом. Так мне больше нравится. Здесь у меня новая гортензия. Это мне дочь покупала в этом году. Опять забыла название. Нашла название. Вот. И вот она потихонечку розовеет. Эта гортензия не очень высокая. Сантиметров 50-70 будет. Ну, а там посмотрим. Вот. Это у нас пирейка. Вот. И вот это с пирея. Это у нас форзиция. Трава прет как танк. Вот только продирала и опять трава. Так, это у нас клопогон шоколадный. Ну, по листу, конечно, не скажешь, что он уже шоколадный. Это рано весной он выходит, у него листья шоколадные. У меня было два клопогона. Вот один остался. Второй клопогон, пока я болела, благополучно помер. Вот. Так, здесь у меня эхинацея. Название я ее не знаю, но посмотрите, какая она красоточка. Эхинацея не все красивые. И все растения красивые, конечно. Вот. Так, здесь у меня здесь я сеяла семенами немезию весной. Ну, в это, в мае, в начале июня. Ой, а где-то у меня была другая еще немезия. А куда она у меня делась? Она отсвела. Здесь был кустик еще с голубыми цветочками. Вот. Угу. Красенькая вот этот цветет. А та уже отсвела. Ну, странно как-то. Это цветет, а той нету. Хотя цветочки были. Ну, ладно. Так. Ну, это у меня вигела карликовая. Цвести она у меня не цветет. Ну, посмотрите, как она шикарно разрослась. Я не знаю, может быть, весной я ей макушки подрезала? Не помню. Скорее всего, макушки подрезала. А вот подскажите, весной, мне кажется, макушки-то и не надо подстригать. вот. А я их подстригала. Так. Здесь у меня вот такая красотка. Эта красотка у меня у нее фертильные и стерильные цветочки. И вот посмотрите, у нее там какие еще цветочки маленькие, нежно-розовые. Вот название не знаю. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. Потому что я брала в питомник, не питомник, а, ну, да, питомник был. И они все были без названия. Просто в горшках стояли. Это по знакомству я брала. Вот. И вот мы выбирали просто по, как сказать, по цветкам. Вот. Так, это у меня миндаль. Вот. Эта сирень меня в этом году, конечно, порадовала. Надеюсь, на следующий год она меня попышнее порадует. Тамарикс. Сильный веток я не даю разрастаться, потому что здесь площадь маленькая и мне не надо, чтобы все загромождало. Так. Вот так здесь смотрится. Посмотрите. Мне нравится, как смотрится здесь. здесь. Конечно, есть места такие, как сказать, и голые, и всякие. Но не без этого. Здесь у меня мышанка заполоняет зеленью. Но она только-только начинает это заполонять. Некоторые места и мышанки я их продрала, которые уже такие большие и некрасивые. Ну, вот так здесь смотрится. Мне кажется, красиво смотрится. Вот. Да, работы, конечно, очень много. посмотрите, домик. Девичий виноград заполоняет его. Вот окно закрыло, и опять в домике уже темновато. Но когда на улице жарко, тогда там прохладненько, хорошо. так, с этой стороны. Вот с этой стороны. Так, вот так сделаем. С этой стороны, конечно, у меня еще руки не дошли, где хосты большие. Но ничего, дойдут руки. Сейчас у меня руки ушли в другую сторону. Хочу пересадить два кустика. Вот. и два куста выкопали, выбросили на выброс. Здесь у меня, конечно, не очень смотрится из-за того, что кипарисовик вот этот у меня тогда сгорел. и вот это пихта корейская. Ну, ничего, она отрастает потихоньку, помаленьку, потихоньку зарастет. Это туя ренголд. Вот она такая красивая. И салатовая, и желтая, и кончики оранжевые. Очень красивая. Барбарис. Здесь клематисы лежали прямо на земле. Я их маленько задрала. Они уже, считай, цвели, и я их туда задрала. И здесь у меня получилось, что муж не прокосил. Потом прокосит все. Сейчас вот порядок здесь будем наводить в этой стороне. И скосим, и все будет нормально. И стрелки уберем, ухост, листья ржавые вот эти уберем, и будет все красиво. А стильбы здесь отсвели. Стрелочки убирать не буду. Я не знаю, что со мной случилось. Но мне нравится со стрелочками. Как-то пышность придает эти стрелки. Пусть они даже отсветшие. Ну здесь вот у меня смотрится так. Могу с этой стороны еще показать. Ну всем желаю крепкого здоровья, хорошей теплой солнечной погоды, чтобы подольше не было заморозков, прям подольше не было. Наслаждались теплом, солнцем. У кого засуха, тому я желаю щадящего такого хорошего дождика, но без урагана и нехороших последствий. красивых цветов, богатых урожаев. Всем всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.